Но учёные доказали, что кровь действительно способна сохранять связь с человеком на расстоянии. Насколько крепки эти узы? Мы решили провести собственный эксперимент. Актриса Лара Шум сдаёт в лаборатории кровь. В течение дня женщина подвергнется различным испытаниям. А в то же время экстрасенс Денис Холодницкий будет работать с её кровью. Его задача – описать эмоции, которые испытывает Лариса в этот момент. Кровь – это такая субстанция, которая является связующим звеном между духовным. Даже если кровь засохшая, старая, она всё равно работает. Она вечно. На первом этапе Лара подвергается испытанию холода. Она заходит в криокамеру, наполненную жидким азотом. Я в забороженном пельмени. Адреналин уже зашкаливает, кажется. Кровь в жилах заслывает. Я двигаюсь, я хочу жить. Я хочу жить, я хочу остаться живой. А сейчас моя прическа испортится. За время пребывания человека в криосауне процедура проводится до трёх минут, температура достигает минус 180 градусов, и человек не успевает за это время переохладиться. То есть идёт охлаждение кожи, причём значительное, но нет такой теплопотери, как, допустим, в ледяной воде. В этот момент в организме Лары происходят удивительные вещи. На коже сжимаются все сосуды, а кровь, которая отвечает за тепло в организме, отходит от кожи и приливает к внутренним органам, стремясь их согреть. Я даже активнее начинаю двигаться. Я, наверное, похудею. Минус килограмма пять! Холодная процедура продолжается две минуты. Кровь стынет в жилах. Но что в этот момент происходит с образцом крови Лары на другом конце города? Слайк, безусловно, находится в шоке, он удивлён. Он не знает, что будет дальше, он не знает, как он себя чувствовать будет дальше. Но это удивление сменяется позитивом. То есть человек получает удовольствие. Описанное Денисом полностью совпадает с эмоциями Лары. Когда я зашла в криокамеру, меня эмоции просто переполняли, потому что сначала у меня был шок. Даже немного страха. Потом восторг, эйфория, потому что это удивительно. Ты чувствуешь холод, но ты не мёрзнешь. Быть может, эмоции героини и описание экстрасенса просто совпадение? Чтобы это выяснить, мы предлагаем Ларе ещё одно испытание. На этот раз приятное. Вызовем у нашей героини чувство полного расслабления. Отправим её на стон-терапию. Массаж горячими камнями. Мне сегодня в буквальном смысле бросает то в жар, то в холод. Вот. Давайте попробуем горячие камни. Массаж горячими камнями должен полностью расслабить героиню. Что же чувствует Лара по мнению нашего эксперта? Человеку не нравится то, что с ним происходит. И я бы сказал, человек даже злится. Такое ощущение, как будто кровь кипит. Вместо расслабления экстрасенс видит напряжение. Неужели наш эксперт ошибся? Мне эта процедура не понравилась. Камни были очень горячие, и я не смогла расслабиться. Мне было некомфортно. У каждого человека своя уникальная частота вибраций. И кровь эти вибрации передает. Вне зависимости от того, в человеке она или в пробирке. Она сохраняет свои вибрации. С этими вибрациями и работают экстрасенсы. Во время этого эксперимента мы специально отвозили героиню на процедуры за 100 и за 40 километров. Но вне зависимости от расстояния, кровь Лары будто чувствовала все, что происходило с ее хозяйкой. Поразительно, правда? Но интересно, существует ли обратная реакция? Чуть позже мы проверим и это. Во время этого эксперимента наш герой находился и в 40, и в 100 километрах от своей крови. Но его кровь как будто чувствовала все, что происходило с ее хозяином. Поразительно, правда? В начале нашей программы мы провели уникальный эксперимент. Актриса Лара Шум сдала кровь, а сама подверглась ряду испытаний. В то же время за 100 километров от героини за ее кровью в пробирке наблюдал экстрасенс Денис Холодницкий. Он в точности описал все, что происходило с героиней. Так мы подтвердили теорию, что кровь действительно чувствует своего хозяина на расстоянии. Теперь настало время проверить обратный эффект. Можно ли с помощью крови воздействовать на человека? Кровь – это очень серьезная матрица. И все самые сложные ритуалы, самые сильные делают с помощью крови. С помощью крови можно связать людей, технику приворотов. Или наоборот, сделать остуду, нарушив связи между людьми. Итак, экстрасенс приступает к работе. Он произносит заклинания и крутит пробирку вокруг свечи. Так Денис заряжает кровь Лары на хорошее настроение. По его расчетам, Лариса должна спонтанно ощутить прилив сил и почувствовать себя невероятно счастливой. Я думаю, что в ближайшие часы обладатель этой крови почувствует на себе мое воздействие. Денис уверяет, что кровь у нашей героини сейчас буквально кипит. Но что на самом деле происходит с Ларой на другом конце города? Я весь день чувствовала себя очень хорошо. У меня было поднятие эйфории, энергии. Я переделала очень много дел. Я даже в какой-то момент испугалась. У меня было перевозбужденное состояние. Я не могла уснуть всю ночь. Но несмотря на все это, я чувствую себя великолепно. В ходе нашего эксперимента мы решаем проверить еще одну теорию. Можно ли зарядить кровь в пробирке на исполнение желаний ее хозяина? Через кровь можно делать очень много вещей, в том числе и выполнять желания человека. Есть один ритуал, для которого потребуется, чтобы обладатель этой крови написал на листочке карандашом свое желание. И передали этот листочек мне. То, что я здесь буду писать, я попрошу вас не показывать в кадре, потому что это очень серьезная вещь. Эксперт дописывает свои заклинания и работает с кровью. Затем просит героиню три дня носить с собой эту запись, а после обязательно сжечь. Кровь – это очень мощная субстанция для воздействия, поэтому сроки исполнения подобных желаний от двух дней до двух недель. На этом мы прервали эксперимент на две недели, чтобы дождаться результатов от Лары. Но буквально через три дня она сообщает, что желание действительно сбылось. Я пожелала себе главную роль в комедии. И вчера, представляете, мне позвонили. Воланд говорил, что кровь – великое дело, покрытое глубокой тайной. Тайна эта не разгадана и сегодня. Однако эзотерики и врачи сходятся в одном – кровь живая. Она чувствует настроение своего хозяина. И готова лечить его без лекарств и даже исполнять желания. Но чтобы это происходило, ее хозяину нужно перестать винить окружающих во всех проблемах. И пытаться позитивно мыслить.